В голову поступает информация о, скажем так, окружающем мире. В голове есть мотивация. Например, я иду туда. Собираю информацию о поверхности. И, как я уже сказал, для того, чтобы просто стоять, я напрягаю почти все тело, пусть и не сильно. А для того, чтобы идти, тем более напрягаю вообще все тело. Потому что рука – это противовес, нога – это противовес, это опора. Я должен как-то балансировать в каждые из моментов движения. В случае, если тонус неравномерный, сильно неравномерный, голова отдает команду напрягаться, укреплять сустав, а мышцы не успевают среагировать. А потом реагируют быстрее. Получается рывок. Это повторяется 100-1000 раз в день, вот эти микрорывки, допустим. А потом люди удивляются, почему у них плечо болит с такой силой, что просто терпеть невозможно. Потому что везде, где есть люфт, там везде есть рывки. И работающие же с металлом знают, что вот как только за технологические какие-то допуски деталь вышла, ее очень быстро потом разбивают. То же самое мне говорят про суставы. 10 лет суставы болели, потом за 2 года резко развалились, и я уже все, я уже перекошен, я уже не могу. Чем больше люфт, тем сильнее разбивает любую часть. Будь это сустав или там раздергивает мышцу сухожилия. Это не важно. На этапе сборки, то есть когда человеку вправили кости, но хрящи стерты, и тело скованное, вот эта целостность, то есть равномерный тонус, необходима для того, чтобы вспомнить, как все-таки должно быть. То есть как оно должно двигаться. И разницу между нормальными суставами, плотными, вот этими вот разбитыми, покрывает нервная система за счет аккуратности всех движений. Если вы состояние, допустим, на столе запомнили, поняли, что это действительно клево, классно, когда вот ты тело вообще не чувствуешь, оно все такое равномерное. Если вы это вызываете дома, ну я говорю как, то каждый день за днем вы двигаетесь аккуратно, кровоток идет, симметрия идет, ткани начинают восстанавливаться. Если вы понимаете, ну точнее думаете, что целостность вам не нужна, тогда вот за счет вот этих рывков, которые увеличиваются в амплитуде, ну вы просто себя обратно разбиваете, и хорошо, если хватает на полгода, а может быть и раньше. По такому же принципу ходят к массажистам, спазм сняли, причину не убрали, как ломились, как на танке, так и дальше ломятся. Ну вы же просто разбиваете себя. Вы что думаете, что регенерация покроет любой абсолютно косяк в управлении? Что регенерация покроет абсолютно все? Вы вообще замечали, сколько времени царапины на коже заживают? От двух недель до месяца. А если это рано? А если это глубокая рана? Вы понимаете, что если вы ходите асимметрично, то вы просто разбиваете свое тело? Регенерация кроет, 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 а потом не может, не может, не может, не может, а потом вы сами уже ничего не можете. Я молчу про затраты ресурсов, про потерянные возможности, про состояние, вообще никакое состояние вы сами себя повреждаете. И проблема в чем, что приходящие, они все так или иначе находятся в самом повреждении, но мы, разумеется, так не считаем, так просто получается. Переводишь человека в состояние целостности, я показываю, да? Делаю, показываю, собираю, все. Дальше дело ваше. Если вы этим пользуетесь, то мы восстанавливаем таких лежачих, что вообще безнадежных. Но если происходят перемены в голове, потому что целостность, она не только в мышечном тонусе, это еще и представление целостности, что все тело – единый организм. Не надо дробить себя, что у меня рука болит, а значит, все остальное не болит. Нет, рука болит, она болит за всех, а проблемы там еще по всему телу, они как мин на поле раскиданы. Если состояние, данное в ощущениях, преобразуется в восприятие себя как целостного, тела, вот тогда, да, тогда можно восстанавливать все, что угодно. Я иногда сам удивляюсь, какие вещи происходят.